Пластические перформансы, тактильные экскурсии, все это в Третьяковке уже освоили. Пришлось. Без новых идей, идущих в ногу со временем, никуда, отмечает московский специалист. К примеру, в галерее на Крымском валу со скульптурами можно общаться. Очень многие скульпторы считают, что очень странно, что скульптуру не трогают руками. Что вот их скульптуры, которые они подарили в Третьяковской галереи, которые где-то там еще хранятся, редко их показывают, Так их еще, когда их выставляют, их нельзя трогать руками. Ну как же их не трогать? И сделали проект, где посетители скульптуры и трогают, и устраивают настоящие перформансы. Изначально это придумали для людей с ограниченными возможностями здоровья. Но такой музейный формат пришелся по вкусу и всем остальным. Инклюзивные экспозиции, образовательные программы и прочее – все это стоит денег. Таких возможностей, которыми обладает Третьяковка, у череповецких музеев, разумеется, нет. Сделать совершенно новый музей на основе старого – это нужно, во-первых, какое-то решение не самих музейщиков. Я думаю, что в тех условиях, которые существуют, наши коллеги, это оптимально. То, что они сейчас делают – это оптимально. Просто нужно заниматься, нужно создать проблемы на более высоком уровне. Помимо господдержки, большинство проектов на Крымском валу сделаны на спонсорские деньги. В том числе галереи помогает Северсталь. Кстати, и в Череповце компания построила современный музей металлургической промышленности, оснащенный мультимедийными технологиями. Здесь можно легко проводить школьные занятия по самым разным предметам. Однако и муниципальные музеи в этом плане уступать не хотят. Только вот спроса на образовательные программы в Череповце практически нет, сетует заведующая художественным музеем. Разве что начальные классы. Попытка расширить нашу аудиторию – это создание программы «Остров Анитрак» для среднего школьного возраста. То есть это тоже игра путешествий, это квестов и эти дела. Мы не нашли ни один класс, хотя мы уже не один год заявляем о готовности вести эту образовательную программу, ни один класс из школы города Череповца, который нас эту программу бы заказал. И дело не в профессионализме череповецких музейщиков и даже не в деньгах. Местные специалисты многое умеют и многое готовы сделать. Только вот для кого, вопрошает Светлана Пономарева, если даже такие имена, как Айвазовский, Энди Уорхол, аншлагов череповцы не обеспечивают. Да, музеи идут, план выполняется, но, как говорится, без энтузиазма. Прямо сейчас в музее можно познакомиться с частью коллекции театра моды Дворца Металлургов. Эта выставка включена в экспозицию русской искусства конца 18-го, начала 20-го веков. И эту выставку череповецкие музейщики также готовы представить в качестве образовательной программы. Только вот образовательное учреждение Череповца специальную экскурсию заказывать неохотно. Те два с половиной человека на каждом музее, что работают в Череповце, могут прыгнуть выше головы. И прыгают. Так же, как и столичная галерея устраивает программы для посетителей с ограниченными возможностями здоровья, лекторий, специальные акции и, разумеется, и дальше будут это делать. Вера Кучеренко, Анатолий Холин. Новости. Тук-тук.